Я пригласил должностных лиц такого высокого уровня в связи с тем, что я хотел бы, Сергей Иванович, чтобы вы с сегодняшнего дня исполняли обязанности министра сельского хозяйства. Присаживайтесь. Из нескольких кандидатур, которые мне предложены неделю назад, я выбираю вас, потому что у вас приличный жизненный путь. Очень важно, чтобы министр обязательно поработал руководителем сельскохозяйственного предприятия. Это крайне важно. Ну, как и в промышленности, если министр или вице-премьер, чтобы они прошли вот этот путь руководителя той или иной организации промышленной. Точно так и здесь. У вас этот опыт есть. Вы работали в районном звене. Это значит, что на уровне хозяйства, сельскохозяйственного предприятия и агрономом вы были и так далее, и на уровне районного звена вы хорошо знаете все процессы. Более того, вы поработали и на областном уровне, занимаясь вопросами сельского хозяйства. Затем уже на самом высоком уровне помощником президента это дало вам возможность уже сверху посмотреть на те проблемы, которые сегодня решаются на селе. Ну, и которые вы хорошо знаете, работая на земле. Вроде бы по возрасту и по опыту вы человек как раз подходящий на эту должность. Это обусловило мой выбор в связи с назначением вас министром. Я попросил, чтобы с вами предварительно переговорили. Вы, как человек патриотичный, решение президента воспринимаете правильно, за что я вам благодарен. Но, что касается сельского хозяйства в моменте середины уборки, это хорошо. Всегда, вы, наверное, помните из своего опыта, я тоже, когда половину убираешь урожая посеянного, уже как-то легче становится. Потому что убираешь самые проблемные обычно участки, а для нынешних погодных условий это очень важно. Тот, кто проблемные участки убрал, особенно на Западе, там много было и полеглых хлебов, я это видел, те сегодня, ну, спокойно спать не будут, но более-менее будут спокойны. Если прозевали где-то после таких ливней, уборка усложняется. Я предупреждал всех, вы, наверное, следите и согласны со мной, что сейчас будут спрессованы все работы. Надо убирать все, и тут еще нас лето подвело, 45 дней без дождей, особенно в центре и на востоке, травы подгорели, а сейчас они бурно пошли в рост. Значит, и уборка зерновых, зернобобовых, заготовка кормов трав, уборка трав, и уборка после заготовки зерна, солома, лущения. Ну и самое главное – это посев азимых. Рапс начали сеять повсеместно, азимый ячмень на подходе надо посеять, поэтому быстро освободить поля под посев азимых культур. То есть все спрессовано в одну кучу. Я об этом вас предупреждал на селекторе. Второе – я уже сам себя корю в этом. Я сказал о том, что у нас же в Беларуси, как всегда, то засушит, то зальет. Поэтому надо было готовиться, что Господь нам выльет все то, что 45 дней не выдавал в виде дождя. Вот оно и произошло. Вы это видите, вы это знаете, эти проблемы. И в этих условиях нам придется продовольственную безопасность обеспечивать. Я вижу, что в связи с продовольственной безопасностью и безопасностью продовольственных людей наших, мы будем обеспечены всем необходимым. Мы заготовим чуть меньше миллиона тонн для госнужд зерновых колоссовых. Мы заготовим нужное количество рапса. Мы это уже видим. Все здесь нормально складывается. Если организуемся как следует, мы не будем иметь и проблем, связанных с зерном для наших животных, фуражного зерна. Но сейчас нужно мобилизовываться. Понятно, что два дня точно в поле не влезешь, на третий день только. Ну, может, где-то полегче, как у вас там в Гомельской области. Наверное, все-таки не такие у вас ливни были. Но прошли. Зацепило. Но это и хорошо. Для Гомельщины никогда не бывает лишних дождей. В этом году Господь вас вроде бы не обидел. Ну и мне очень важно, что вы знаете хорошо Гомельскую область. Нам Гомельскую область надо именем революции вытаскивать из того болота, в котором она оказалась. Вы это видите. Видите лучше меня. Там человек Иван Иванович Крупко, который хочет работать, может, понимает в сельском хозяйстве. Ему надо будет помогать, конечно. Ну и в Могилевской области, и в Витебске у нас немало проблем. Да и в Минской области огромная область, северная часть и так далее. Поэтому сегодня главное внимание надо уделить посеву озимых. Я уже говорил, по Витебской области, Могилевской области, да и по всем областям, особенно северной части Беларуси, очень важно вовремя посеять, очень важно и посеять ранние культуры, типа рапса, зима и ячмень, чтобы раньше начать убирать в будущем году. Почему? Потому что, когда заканчивается уборка у нас в Брестской области, на юге Беларуси, мы только втягиваемся в уборку в Витебской области в силу погодных условий. Поэтому выход один – сеять культуры, которые пораньше надо убирать, ну где-то хотя бы с середины июля. И таких культур в Витебской области точно должно быть не меньше половины.